В качестве основы для вязания майки берем любую выкройку кимоно. Ее можно создать самостоятельно, ее можно создать на основе конструктора. Там, правда, такой выкройки нет, но можно замоделировать обычную квадратную пройму. Итак, создали основу кимоно и сейчас мы будем на ней рисовать треугольники для вязывания кругов. Сейчас выбираем точку, относительно которой будем делать разворот. Можно сделать посередине полотна, но я предпочитаю уводить центр этой точки куда-нибудь вбоку. Например, вот сюда. И теперь мы начинаем разворачивать наше полотно на какое-то количество градусов. Я буду разворачивать на 60, потому что делю на 6 частей. Количество треугольников может быть абсолютно любое. Вы можете делать много-много маленьких уголков, можете поделить на 4 части. Беру х50 и от этой точки буду проводить по 50 см в сторону, для того, чтобы точно перекрыть выкройку. И в 30 градусов – это первый угол. Начинаем проводить линии. Конечно, относительно точки. 60 градусов – следующая линия и так далее. То есть мы таким образом с вами делим полотно на множество уголков. Субтитры делал DimaTorzok Разрисовали. Теперь ставим точки на контурах выкройки. И стираем лишнее. Субтитры делал DimaTorzok Соединяем полученные точки с центром. И проверяем, все ли нас устраивает. Разрисовали на уголки перед. Спинку вяжем целиком. Как она есть, спинка, так мы ее провязываем целиком. Если хотите, можете ее тоже разрисовать. Аналогично переду разделить на какие-то части. И провязать узором. У меня спинка простая. Так, все внимание переду. Разделили на 6 треугольников. Почему я делила на 6? Просто потому, что их удобно будет разворачивать к центру. Видите, все уголки при вороте на 30 градусов очень легко укладываются так, что они все принимают одно положение. Видите, каждый острый угол. Деталь делим на все эти углы, раскладываем на треугольники и каждый из них направляем вниз. Если у меня будет не 6 треугольников, а гораздо больше, мне надо будет высчитывать угол наклона каждой детали. В данном случае я просто всех опускаю на 30 градусов, разворачиваю. И таким образом, видите, достигаю разворота всех деталей углом вниз. Ровно и четко. После этого мы с вами прорисовываем полосы. Нарисовали выкройку, нарисовали полосы. Я разрисовала полосы под цвет радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все, наверное, из школьной программы помните эту присказку, определяющую красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Это цвета радуги. Разрисовали. Красные самые тоненькие. Все остальные цвета на расширение идут умножить на полтора. И теперь мы можем спокойно накладывать все детали на данную разрисованную схему. И идти вязать у нас все детали идеально совпадут, потому что количество рядов и количество, этот угол, наклон имеет одинаково в каждой детальке. Они все четко совпадут. Если вы будете слушать указания программы. Провязываем все детали. Начиная от точечки. От первого ряда. И вот как программа укажет. Кстати, закончила я рисование синим цветом. Общий фон синий, потому что у меня и синяя спинка. Вот все детали, которые выходят за границы радуги, окрашены в синий цвет. Идем вязать. По очереди, выводя каждую деталь на экран, в раздел вязания провязываете все шесть деталей. Я провязываю, ориентируясь на экран компьютера, но не подключаю машину к программе. То есть у меня программа сама по себе. Вот здесь мышка, которая двигает линейку на экране, сама по себе. То есть я провязала ряд, двигаю линейку на экране, вижу, что у меня прибавка с правой стороны. Делаю прибавление петли, провязываю сурок шестой ряд, двигаю линейку на экране, вижу прибавку с левой стороны. И так далее. То есть для того, чтобы работать с программой, которая руководит, которая помогает строить выкройки, которая отслеживает вязание, накладывает узоры и отслеживает вязание, не обязательно подключать машину к компьютеру и даже не обязательно иметь адаптер-переходник. То есть я вижу по экрану, где у меня меняется цвет и где, в каком ряду, с какой стороны у меня идет прибавка, либо убавка. Программа абсолютно четко отслеживает вязание и подсказывает мне, в каком ряду, какую операцию нужно выполнить. Провязывайте все шесть деталей и нам останется только их собрать между собой. Провязали по указаниям программы. У меня осталась еще одна маленькая деталь, поскольку у меня мастер-класс разбит на две части. Эту деталь я свяжу в последнюю очередь. Но видно и так, что все легло идеально. Перец, спинка совпадают на 100%. И сейчас задача соединить плечевые швы и надвязать резиночки, либо планки на рукавах. После этого можно будет обработать горловину, потому что она у нас целиком попадает в уже отвязанные детали. Соединяем горловину, обрабатываем либо бейкой, либо планкой, либо резинкой. И нижние части, опять же, либо резинкой, либо планкой. И сшить бока. Собственно, на этом оформление нашей майки будет закончено. Если у вас пряжа тонкая, мягкая и нежная, можно вообще не обрабатывать края. У меня это нарцисс. Он, в общем-то, грубоват и закручивается не очень мягко. Поэтому мне придется обрабатывать резиночку. Я провяжу тоненькие маленькие резинки и пришью их к рукавам и по линии низа. Провязали резинку, либо планку. Надеваем деталь. Я надеваю изнанкой внутрь, лицом к себе и буду делать внешний соединительный шов. Самый кончик с одной стороны, с другой. И равномерно распределяем полотно по всем иголкам. Надевайте и будем соединять. Соединение двойной косичкой, когда мы делаем одну петлю реальную, настоящую, вторую воздушную. Одна петля полноценная, одна воздушная. Такое соединение более эластичное. Оно дает возможность полотну ходить. То есть оно и растягивается хорошо, и стягивается хорошо, в отличие от обычной косички. И плюс к этому этот способ является декоративным. Таким образом я буду присоединять планку, либо резинку, ко всем поверхностям данного изделия. То есть сейчас я соединяю спинку. Точно так же, по тому же размеру, провязываю резинку, либо планку. Соединяю переднюю часть. Если вы все сделали правильно, перед у вас будет иметь идеально ровную чистую поверхность. То есть чистую линию, которую вы можете соединить с планкой резинкой. После этого я соединяю плечевой шов и оформляю горловину и рукава. Тем же самым способом я провязываю планку и внешним швом соединяю рукавчики и горловинку. Продолжение следует...